Я от всей души приветствую вас на канале Строим Дом Своими Руками. Немножко отклонюсь от темы нашего постоянного строительства и расскажу вам об одном интересном материале, который я совершенно недавно для себя узнал. Это не совсем профильно для нас самостройщиков, потому что материал является премиум класса, но думаю для кого-то это будет просто полезным, а кто-то возможно задумается о будущей своей стройке и примет для себя какое-то новое решение. Тема нашего сегодняшнего выпуска это клееный брус. С максимальной честностью просто вам сейчас, придя на производство, расскажу об этом материале, все, что я о нем смог изучить. Давайте начнем с вами с небольшого рекламного вступления. Опять же обещаю, что это будет реклама без рекламы. Так бывает. Мы ценим то, что нам дает природа. Свежий воздух, чистая вода, истинная красота вокруг. И мы чувствуем, когда природе нужна помощь. Мы проводим санитарную вырубку кедра в тайге. Даем пространство для новой жизни деревьям на территории почти в 5000 гектаров. Но не только в этом наша миссия. Срубленный кедр тоже обретает новую жизнь. В процессе кропотливой работы наших мастеров дерево станет частью вашего безупречного комфорта, перерождаясь для новой жизни нести вам здоровье и красоту в доме, построенном из кедра. Чаще всего именно так выглядит реклама компаний, торгующих брусом. Давайте мы с вами попробуем разобраться, насколько этот материал действительно хорош, и есть ли возможность сэкономить на строительстве деревянного дома без потери в качестве и эстетике будущего сооружения. Для предприятия все начинается отсюда. Купленная калиброванная доска доставляется на завод, где она проходит дополнительную сортировку после выгрузки. Дело в том, что доставляется она в плотно уложенной пачке. После выгрузки всю пачку дополнительно пересортировывают и прокладывают через проставки. Это сделано для того, чтобы она равномерно сохла в сушильном комплексе. Как вы видите, сама компания не занимается лицепилением и работает с доской 50 на 200 и доской 150 на 50. Вот ее сейчас мы и выгружаем из фуры. Кстати, друзья, что интересно, у этого КамАЗа все потроха от Мерседеса. Давайте для лучшего понимания процесса производства разделим все на этапы. Итак, первый этап начала производства – это у нас этап сушки. Привезенная доска складывается в палеты, которые позже поедут в сушилку на каре. Данный сушильный комплекс итальянской компании «Сеция» способен одновременно принимать и подготавливать для производства до 100 кубических метров доски. Принцип работы прост. В камере создается равномерное температурное поле, и в течение нескольких дней доска приобретает влажность 10-12%. Вторым этапом я бы отметил обработку обрезной доски. Заключается в том, что высушенная доска поступает на предварительную строжку, которая позволяет выявить ранее не проявившиеся дефекты доски, то есть засмолки, трещины, скрытые сучки, смоленные карманы и так далее. Строганная доска поступает на станок, где проходит этап устранения дефектов обрезной доски на сканирующем торцовочном станке фирмы «Пауль», где специально обученный человек со светоотражающим маркером помечает все пороки древесины, и станок их вырезает, делая качество будущего бруса идеальным строительным материалом. Еще одним достоинством этого станка я бы назвал его компьютерный учет, то есть все пиломатериалы, которые проходят через «Пауль», формируются в статистическую информацию и передаются на предприятие. Вот таким нехитрым способом вырезаются все пороки древесины. В дальнейшем их не выбросят, в дальнейшем они будут использованы для отопления котельной и сушилки. Далее бездефектный материал проходит сортировку по длине, и заготовки размером меньше заданного попадают на следующий этап, который называется «Линия сращивания доски по длине». Здесь проходит нарезка мини-шипа, после чего начинается торцевое склеивание под прессом в ламе длиной 12 метров. Применяемый на производстве клей отвечает самым жестким требованиям экологической безопасности, о чем я расскажу вам чуть позже. Для склеивания ламелей в многослойный брус используется гидравлический горизонтальный пресс, способный изготавливать высокий брус двойной склейки. Готовый многослойный брус, еще называемый «биндер», переезжает в цех зарезки на этап изготовления позагребневого соединения, где на высокоточном немецком станке «Шмидлер» проходит обработка всех плотницких соединений и обработок, которые только бывают в современном строительстве домов из бруса. Также он умеет делать свободно конструированные профильные обработки. Все операции производятся на высокоточных немецких станках, поэтому человеческий фактор здесь полностью исключен. Станок «Хундеггер» же в большей степени настроен на обработку с ограждающими конструкциями. После этого станка брус приобретает профиль и все необходимые зарезки по проекту. Друзья, вот, собственно, вся информация, которая касаемо конкретно производства клееного бруса. То есть вот эти 7 основных этапов, без которых клееный брус бы не смог существовать. Теперь, я думаю, для вас стало понятно, почему он дороже остальных строительных материалов типа профилированного бруса, цилиндрованного бревна и простого бруса и так далее. Все это из-за многоступенчатой, сложной линии этапов производства. Очень важный и примечательный момент, что компания может изготавливать брус длиной 12 метров. Это показывает как раз тот самый факт, что делается она из оптимизированной доски с вырезанными пороками. Клееным брусом также можно назвать, например, брус, который сделан из 6-метровых досок, простроганных и склеенных. Это неполноценный клееный брус и те самые проблемы, которые связаны с простой доской, у него будут также встречаться. То есть это пороки древесины, это коробление, это деформация, расклейка и так далее. Если вы сейчас спросите меня, да какие же все-таки минусы у клееного бруса? Друзья, конечно же, нет ни одного идеального материала, у каждого есть свои минусы. Самый первый момент, который я хочу отметить, ну как и быватель, это то, что брус это все-таки строительный материал, который создан природой. И если вы хотите видеть совсем идеальный строительный материал, без трещинок, сучков, каких-то там небольших выступов смолы, то древесина это вообще не ваш материал и, конечно же, вам надо выбирать что-то альтернативное. Хотя бы правде сказать, вот лично я не встречал совсем идеальных строительных материалов, которые бы могли на 100% соответствовать всем возможным критериям, всем моим пожеланиям. Вторым минусом, который чаще всего останавливает и порой отпугивает фанатов клееного бруса, это цена. Не все готовы платить такую стоимость, но как вы сегодня увидели, все эти затраты, они, конечно же, оправданы линией производства. Выбирать вам, я не буду хвалить или говорить какие-то негативные вещи о брусе, каждый решит для себя сам. Я лишь сделал очерк для вас, друзья. Наверное, многие думают, бренд значит дорого, нисколько не учитывая сам факт многоступенчатого процесса производства. И главное, не понимая, что взяв сегодня материал классом проще, а отсюда и дешевле, в будущем все равно придется платить. Платить за что? Поясню. Вы взяли профилированный брус. Да, вы сэкономили почти половину вашего бюджета на стены. При том, что если взять только стены дома, то это 20% всего лишь от всей стройки. Но вы сэкономили на этом целых половину цены. Теперь вы построили дом из профилированного бруса, все здорово, он год отстоял, потому что у профилированного бруса усадка 20%, у клееного, кстати, всего 1%. И то 1% усаживания в сам замок, потому что клеенный брус уже в принципе полностью высушенный материал, и усаживаться к сам материалу он уже не будет. Профилированный же брус, естественные сушки, да хоть естественные, хоть камерные сушки, уже даже микроволновкой придумали сушить. Все равно сердцевину невозможно высушить ровно, так же, как и внешнюю часть бруса. Вообще, если взять, вот прям углубиться в этот вопрос, если бы цельное бревно можно было высушивать до равномерной влажности, то человечество бы не стало изобретать клееный брус, понимаете? Но это невозможно. Покупая профилированный, он у вас год выстаивается до 20% усадки, он сел, заезжать в дом, конечно же, сразу же нельзя, вы должны заехать через год после усадки. Вы заезжаете в этот дом, вставляете окна, вставляете двери, все, в этом сезоне вы решили заезжать. Дом красивый, не спорю. В принципе, внешне они выглядят одинаково, что профилированный, что клееный брус изначально. Но как только первый раз у вас заработал котел, друзья, вот кто хочет меня убеждать, я был на многих объектах и клееного, и профилированного, профилированный трещит. Он растрескивается по всей палке до глубины, смотрится это более чем ужасно. Второй момент. Как только вы не покрываете его любыми хорошими красками, если есть смоляной карман в профилированном брусе, он будет вытекать. В клееном этот порог вырезан. Ну и главный момент, минус, из-за чего бы я просто не рекомендовал использовать простой профилированный брус, это момент деформации корабления. Любое изменение внешней влажности дома или внутренней, начинает поднимать углы, начинает отрывать углы, начинает продувать, и вы, бедолага, бегаете, конопатите все эти уголки, все эти стены, вы проконопачиваете хорошенько. Потом вы устаете от этой всей гадости, вы берете просто снаружи его, утепляете и обшиваете его имитацией, либо это вентфасадом каким-то. Этим самым вы приходите именно к той цене, которую вы изначально могли бы просто отдать за клеенный брус и жить спокойно, счастливо, 15-20 лет не думая вообще о покраске. Ну 15 лет точно не думая о покраске, если вы использовали хорошее покрытие. В итоге, мой вывод, если вы все-таки хотите сэкономить на строительстве и не потерять эстетический вид сооружения в процессе эксплуатации за 5-7 лет, то только клееный брус. В любом случае, дом из бруса и дом из клееного бруса в конечном итоге выйдут вам совершенно одинаково. С той лишь разницей, что клееный брус вам придется сразу потратить большую часть суммы. В то время как профилированный брус, во-первых, вышел вам дешевле, но эта сумма растянется на несколько лет, потому что через 5-7 лет вы все равно его утеплите и обошьете вентфасадом. Либо просто смиритесь с тем, что у вас кривые некрасивые стены. Потому как я уже говорил, что первая же зима с включенным отоплением покажет все пороки неоптимизированного бруса естественной сушки из-за разности влажности снаружи и в сердцевине палки самого бруса. Друзья, все, что я мог вам рассказать о производстве клееного бруса, я вам рассказал. Надеюсь, вы что-то для себя уяснили, что-то подчеркнули. Кому видео было полезным, я прошу, как всегда, поставить палец вверх и написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Строить ли вам из дерева или строить ли вам дом из камня, это выбирать только вам. Никто за вас решение принимать просто не имеет права. Советовать что-то я тоже, друзья, не буду. Вы все увидели сами. Единственное, что я скажу, сегодня мы взяли с производства несколько кубиков материала. И в следующем видео мы с вами будем его взрывать, ломать, стрелять в него. И все, что вы напишите в комментариях под видео, мы тоже с ним сотворим. Наша задача понять, насколько этот материал хорош. Есть несколько определенных мифов, которые рождаются у каждого человека, столкнувшегося с клеенным брусом. Это пожароопасность. Второй момент – это клей. Насколько он экологически чистый, насколько он хорош, насколько он крепок. Ведь если дом разберется на плашке и развалится, это будет беда, правильно? Поэтому давайте мы с вами две вот эти мысли проверим на практике в следующем видео. Я был рад вас сегодня видеть. Друзья, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.